Россия, Якутия и СНГшники добро пожаловать в Якутии. Это Матюс Севинова на этот канал. Не забудьте подписаться. Сегодня у меня очень увлекательное видео, потому что я взял интервью у девушку, которая победила рак. Я буду спрашивать на английском и они будут отвечать на русском приятного посмотра. Добро пожаловать в интервью. Здравствуйте. И я бы хотел сказать вам спасибо, что мне приглашали эту возможность интервью с двумя. Вы добро пожаловать. Можете дать вам небольшую передачу? Меня зовут Наталья. Мы всех приветствуем в первую очередь. Меня зовут Наталья. Я педагог. И в первую очередь, конечно, я мама замечательной дочери Карины. Меня зовут Карина. Мне 12 лет. И я дочь Натальи. Я хочу задать эту вопрос. Когда Карина была диагнозом с сердцем? И в каком возле? Мы узнали о нашей болезни 20 июня 2018 года. Два года назад, получается. Ей было 10 лет на тот момент. И мы приехали из нашего родного города, со Средниколымска, в отпуск сюда и проходили обследование. В то время нас беспокоил инфекционные такие заболевания. Беспокоились с весны. Отит, синусит. И мы это проверяли. Потом сдали анализы. И анализы показали, что у нас лейкоз. Что у нас это последствия лейкозы. Или предпосылки, скорее всего. Вот. Нас положили в больницу, в медцентр, в онкологическое отделение. И мы там провели 7 долгих месяцев. Лечились, получали лечение. Какая была твоя реакция, когда ты думала, что Карина получила кровь. И как ты это объяснила? Потому что она была ребенка. Но сначала, конечно, это был шок. Услышать такую новость. В принципе, я не очень хорошо сейчас уже помню, что я испытывала тогда, два года назад. Потому что я думаю, что память, оказывается, стирает такие плохие моменты. Как-то организм сам, да? Я сразу, конечно, Карине не сказала. Потому что это надо было подготовить ее, чтобы будем лежать долго в больнице. Она думала, что она зашла это всего на недельку. Ну вот, я сама была в шоке в первое время. А как Карина узнала, она может сама рассказать. Да? Угу. 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 Я сказала, а после лейкоз. Ну я же не знаю что есть такое. Да, да, да. Угу. 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 Уга. Угу. 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 все а потом уже когда сказали что надо долго лежать то тогда я уже начала бояться понимать что это очень серьезно и тогда я поняла after now you are told that karina is she's got cancer did you immediately tell your mother your friends and people around you да я в первую очередь конечно рассказал семье старшим сестрам потому что маме я не могла сказать я бы не нашла подходящих слов чтобы сказать и просто я писала сообщение сестрам что у нас такой диагноз подозревают вот мы общались через сообщение потому что я по телефону вот так говорить не могла когда я слышала их голос я начинала плакать и у меня ну ком в горле я не могла с ним говорить поэтому мы какое-то время общались только через сообщение в отца и где-то только спустя дней 10 я наверное впервые поговорила с мамой что у нас так-то так-то вот ну конечно все сразу сплотились в одну команду все стали поддерживать помогать до сих пор вот все нас большая родня нас много родственников и мы все все одной командой большой ну и благодаря такой огромной поддержки наверное мы победили most people they say that cancer is something that kills so i can imagine what was going through the mind of the mother to carina a lot of people associate cancer with death so did you ever think of карина dying from it конечно поначалу да когда ничего не было известно я вот я боялась мы с ней обсуждали этот вопрос я и к ним один конечно у всех во всем мире да вот рак ассоциируется с как самый такой страшный болезнь которая приводит может привести к смерти и мы не исключение мы тоже боялись но когда лечение начала давать свои плоды карин организм хорошо реагировал на лечение особо таких вот сильных да конечно были свои побочные эффекты но может быть она менее как бы остальных менее организм очень хорошо принимал лечение можно сказать и тогда появилась какая-то уже уверенность что мы идти тихонечко идем к победе что мы победим и страх как-то ушел но благодаря поддержке тоже друзей родственников подписчиков мы как-то справились с этим страхом indeed a friend in need is a friend indeed карина so how did your friends react or how did your friend relate to you when you told them that guys have been diagnosed with blood cancer did they run away from you or they support you я им прямо не говорила они узнали ну через учителя потому что учитель узнал от мамы а город нас маленький все узнали это точно друзья очень поддержали меня они присылали присылали мне несколько раз письма всегда мне писали некоторые может ну не поняли этого они ну им было странно что у меня нет волос как у девочки вот а большинство они меня поддержали звонили каждый праздник каждый праздник поздравляли классом вот присылали видео открытки письма датурки вас бюрифу а туда в где Я бы хотел бы сказать спасибо, что вы были там для нее, вы могли бы отправить какие-то мессенджеры, и вы пригласили ее, для ваших родственников, и это очень помогло в процессе лечения. Карина, о чем вы делаете лечения? Вы можете рассказать нам о процессе? Были несколько блоков химотерапии, очень много, 21 пункция спидномозговая, и уколы, таблетки, которые я принимала по 13 штук утром и вечером. Скажи, как пункция проходила? Первые пункции 7 месяцев я проходила с наркозом, а потом мне сказали, что у меня есть дополнительные 11 пункций, и врач сказал, что если я буду проходить с наркозом, то у меня будут большие проблемы со здоровьем, и с памятью тоже. И из-за этого он мне посоветовал пройти без наркоза, но я, конечно, боялась, потому что если с наркозом, то это больно. Но мы с мамой договорились, и я прошла эти пункты без наркоза. Какие проблемы с наркозом утром 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 утром? У меня на фоне гормонов отразился сахарный диабет, который был только во время гормонов, слава богу. То есть мне нельзя кушать сладкое, мучное, я сидела только на гречке и супах. Еще у меня повлияли на суставы, у меня они очень болели, иногда я даже не могла ходить, спина у меня была как вопросительный знак. И во время химии, как и все почти дети, у нас была рвота, тошнила, и мы даже не могли кушать нормально, болела голова очень сильно. Ну, у каждого по-разному, да, вот такие бывают? Ну, действительно, сахарный диабет вот появился на фоне гормонов. Еще у меня были с сердцем, да? Угу, и с сердцем проблемы были. Ну, наверное, это минимальное, что могло произойти. У детей бывает еще больше, ну, побочки. Ну, самое важное, что ты успел пройти, и я очень счастлива с тобой. Угу, спасибо. Моя красивая Карина, где ты получил все эти силы, чтобы пройти этот процесс, который тренировался? Ну, во-первых, это, конечно же, была семья, потому что они меня очень поддерживали, и я не могла, ну, не победить, потому что они всегда мне говорили, что добрые слова, и я этим мотивировалась и шла дальше. Еще это, конечно, мои друзья, подписчики, которые по сей день мне пишут слова поддержки. Вот, и у меня была такая цель, что я должна победить, вот, не оправдать их надежды. Ну, я хочу отметить, что лечение у нас было бесплатное, да, как бы мы лечились в государственной больнице. И это очень дорогостоящее лечение, конечно. Там, если не дать соврать, то говорили, что на одного ребенка где-то около 3-5 миллионов уходит на лечение. Вау, это очень дорого. И государство на себя взяло наше лечение, получается. Но, конечно, были кое-какие растраты, нам пришлось поменять место жительства, нам пришлось купить квартиру здесь в Якутске, нам пришлось переехать. Все равно в связи с лечением какие-то растраты тоже есть. И во всем этом меня поддержала моя семья. Да, я говорила, что у нас большая семья, мои братья, сестры, мама, и благодаря им мы справились и с экономическими вопросами тоже, с финансовыми вопросами тоже. Это был ваш самый трудный момент, в этом процессе войны, для вас двоих? Ну, я могу сказать лично от себя, что было самое трудное во всем этом пути. Для меня это было лежать 7 месяцев в больнице, ограничение моей свободы, свободы передвижения, свободы действий. Потому что для этого я работала, был небольшой бизнес, путешествовали мы всегда, активно вели жизнь. И вдруг оказаться в четырех стенах в одной палате, вот это было для меня самым большим таким челленджем, с которым я столкнулась лично, вот, со своей точки зрения. А Карине, наверное, другие какие-то свои переживания? У меня было, ну, несколько трудных моментов. Первое, это, конечно, когда мне сказали, что ты будешь лежать в больнице безвылазно 7 месяцев. Ну, не 7 месяцев, которые я пролежала, а когда мне сказали. Вот, и еще, когда до выписки надо было ждать две недели, это было очень близко, и из-за этого я думала, когда же, когда, почему у меня так долго идет? И когда вот я ждала выпечку, что я уже выздоровела, ну, не знаю почему, но это было не трудно, но мне было волнительно, что спустя два года я вернусь к обычной жизни и буду здоровой, как обычные дети. Ну, во-первых, это зависит от самого человека. Если он думает плохо, то будут, ну, негативные мысли. А если думать хорошо, и что ты скоро выздоровеешь, планы, да, строить, то будет все хорошо, и ты должен и себя настраивать, и других настраивать. Ну, когда мама отчаялась, я ее поддерживала. Из-за этого мы всегда были, ну, позитивных моментов. Вот. That's awesome. Вот она правда говорит, что, наверное, больше я как-то, ну, взрослому человеку свойственно, да, подвергаться каким-то негативным со стороны вот вещам, нежели ребенку. И так как я трезво оценивала ситуацию, я все равно какие-то моменты могла, ну, упасть духом, не знаю, да. Она мне всегда вытаскивала, она меня всегда вытаскивала, прям вот так вот за волосы. Ну, и у нас с ней очень хорошие доверительные отношения, мы как подружки, поэтому мы друг друга. Да, я заметил в Инстаграме. What are some of the good moments that you've learned from everything that you've gone through as mother and child? Ну, мы из всей этой ситуации, конечно, стараемся только с самой хорошей стороны, ну, плюсы только извлекать, да? Ну, мы удостоверились в тех людях, которые действительно наши друзья, те, кто остались с нами до конца, вот они, наши друзья, мы увидели, да? У Карины появился свой блог. Это было много новых знакомств. Да, и, ну, не знаю, мы сильнее стали, наверное, мы уже боимся, наверное, меньше, да? Раньше, если мы боялись каких-то, может быть, даже таких нелепых каких-то страхи были какие-то, а сейчас я вот правда стала бояться меньше. Если мой ребенок здоров, и я здорово, значит, ничего страшного не случилось. Какие-то жизненные мелочи, оказывается, они реально настолько мелочи, а мы раньше по поводу и без повода их там боялись или что-нибудь, да, какие-то страхи. А сейчас, ну, главное, чтобы все рядом были здоровы, и от этого вот сила и появляется. О, в каждом ситуации, есть причина. И для вас, наши зрители, которые смотрят, может быть, вы уже прошли challenges, но вы не видите ни свет в конце концов. Просто знали, что один день вы уже прошли. Теперь, на самом деле, вы уже отказались, что вы выяснили, что вы выяснили, что вы выяснили, что вы выяснили. Как ты чувствуешь? Потому что я чувствую очень счастливым для тебя. Ну, и как любой человек на моем месте, я, конечно же, радовалась, но это были не такие эмоции, ну, не такие взрывные. Потому что это было волнение, потому что, ну, было страшно. Почему-то не знаю, но было страшно. И, конечно же, было очень радостно, что вот, наконец-то, все закончилось, и я, этот путь, мы пришли достойно. Вот. И эти эмоции я не могу так, правильно, передать, потому что человек, как я говорила, который не был на моем месте, который не болел и не победил, ну, не знает, что это за эмоции. Даже если я объясню. Мы немного по-другому даже представляли, да, раньше думали, вот мы победим, что-то там, прям, что-то не олимпийские чемпионы, вау, думали, столько эмоций будет, да. А оказывается, на самом деле, как-то все внутри, так у нас какие-то переживания были внутренние. И как-то не могли мы прямо даже, вау, кричать или что-то, да. И Карина даже спрашивает, мама, ты что ли не рада? Почему ты так и не радуешься? А я внутри, вот, все переживания прошли внутри, ага. И как-то осознание, что, вот, неужели мы закончили, победили, то все внутренние такие переживания будет, конечно, больше. И, в Napолta, Dingen, там дети, как ты, которые проходят, потом не ждут, но они легенды, они думают, что они очень скоро умны. Может быть, они не будут flankados от расстройств. По-другому, что ответы у тебя есть для детей, не только для детей, но också для других, кто были достаточноенерные задействодатели с расстройщиком? Во-первых, надо эту ситуацию принять, и во-вторых, я посоветую никогда не сдаваться, никогда не опускать руки, и думать только позитивно, потому что все возможно победить, и рак тоже возможно, если постараться, и верить. Я бы посоветовала родителям продолжать такой же образ жизни, как и до болезни, сильно не зацикливаться на этом, делать то же самое, да, ну как бы, как... И раньше, то есть, конечно, и поддерживать своего ребенка во всяческих начинаниях, чтобы они были заняты какими-то хобби, увлечениями, чтобы побольше времени уходило на это, а не просто лежать и думать о болезни, да. И работать над собой, родителям тоже, чтобы не самим, да, не падать духом. Это тоже очень сложно, потому что от нашего настроя, от нашего настроения, вот зависит настроение наших детей. И вот как мы будем дальше бороться. Наши зрители, мы почти к концу нашего интервью. Карина и Наташа, какие ваши последние слова для людей, которые смотрят на это замечательное интервью? В первую очередь, спасибо моей семье, ну, которые всегда меня поддерживают и везде, всегда и везде, не только болезни. Вот. Подписчикам, конечно же, и людям, которые поддерживают меня с других стран, потому что есть даже с Америки люди. И вот, спасибо большое им, я вас очень сильно люблю, вот, спасибо вам за поддержку. И, конечно же, моей маме и бабушке, которые всегда со мной вместе и поддерживают, и приобретают меня любовь. И в конце концов хочу сказать спасибо большое. Я бы тоже хотела поблагодарить всех. Нотария, и Тарина, и Тарина, и подпишек, и сказать, что... Будьте рядом со своими близкими, проводите много времени со своими родными, друзьями. Потому что это самое ценное, что есть у нас в жизни. И лучше тратить наше время на наших близких людей. Будьте рядом со своими родными, друзьями. Спасибо, Махтау. Да, спасибо тебе за то, что пригласил.